Как вы относитесь к коллегу Стеняеву? Я объясню. Плохо слышно, Виктор. Алло, сейчас слышно? Сейчас, секунду, сделаю. Так слышно? Отлично. Как, Игнатий Тихонович, вы относитесь к коллегу Стеняеву? Он как-то приезжал в Потеряевке, когда ее не было, был в лагере. Он в это время находился в Русской Православной Зарубежной Церкви. Я не знаю, откуда у него это такое взялось. В Барнауле один только храм большой, ему больше ста лет, Покровский. Ну, там, где митрополит сейчас центральный. Вот он затеял, давайте мы его отобьем, отобьем от патриархии, чтобы он был зарубежный. Я говорю, ты что, сдурел, что ли? С чего же ради-то отбивать-то? Проходной двор, еще мы с ним будем делать огромный храм. А вот мы можем сделать и все, то есть он очень авантюрный характер такой. А потом метнулся обратно, его разжаловали до рядового, а потом снова руку положили. То есть обещание, что-то где-то было. Прошло какое-то время, я был у него в больнице, лежал в Москве, я его посещал. А когда ехали дороги, он какую-то концепцию придумал по религиозному вопросу. И ему казалось, это, говорит, моя вроде наработка, что-то там такое, сейчас даже не припомню. Ну, пока мы ехали 2 часа там 30 минут, и я в течение одного часа объяснил ему, что все это ошибочно нету, и он согласился. То есть от его этого изобретения там праха не осталось. Иди, проповедуй, свидетельствуй. Вот. Он в Новосибирской области служил. А как он оказался у нас, я даже не знаю, какая причина. А мы стояли на разъезде, маленькая, как станция. А в это время местный житель подходит, что, мужики, тут, дескать, ждете поезда? Ну, мы стоим. А он стоит, у него живот огромный, он тогда был такой же. Он его по пузу стукнул, так это, как знакомому, не сильно так. О, это и совсем не такой, не их роду племени, как Серафим Масаровского, Матерь Божья сказала. Это что у меня сохранилось в памяти. Был в Москве, там был в больнице еще, беседовали. И где-то он был в Германии, его спросили обо мне. И кто спрашивал, они здесь в интернете. И он ответил, что знает меня, как-то, как он сказал, высокопродуктивного или как-то знаменитого, там, с сектантами, что работу веду. Особо, как успешного, что-то такое было сказано. А потом проходит какое-то время, ну, сказал так, я, говорит, давно не встречался, как у него сейчас, я не знаю. Ну, то есть совершенно правильно ответил. А сейчас кто-то его спрашивал, я уже новое сам считал. Он такую билиберду гонит, слушать нечего. И там и псевдоправославный, что-то еще такое вот, как Дворкин. Ну, даром оно не проходит. Вот такое дело. Но из всех, которые выступают, вот здесь там Горощев, там был Смирнов, умер теперь уже, он ближе всего к истине. Он много пользуется Библией. Он с сектантами знался. Какой степени он знался, не знаю. Ну, он рассказывал, когда служил в армии, и где-то, то ли в Казахстане, Кемерове или Караганда, тут не столь важно это. Но он тоже им стал что-то говорить. А там были пятидесятники, якобы, так он говорит. Ну, он говорит, а один подошел и говорит ему, это еще говорит, что вот мы в Барнауле было, там есть такой Лапкин Игнатий. Вот, видимо, поэтому он и приехал. Вот теперь я уже как бы нащупал это. Вот нас предупредили, когда в Барнауле приехали, если он придет, а мы приходили у них, три раза в неделю были богослужения, и мы посещали все время. Прямо выходим, Покровский собор недалеко, после службы мы всегда к баптистам заходили. И вот сколько их пришло в то время, начался отток. Стали принимать православие целыми семьями. И вот ему они говорят, вот мы были в Барнауле, нас предупредили, вот если придет Лапкин, вы только не оставайтесь, сразу поднимайтесь и уходите. Но вот он, говорит, стал говорить, мы с женой-то сидим двое, хотели подняться со скамейки и никак не могли оторваться. Это он мне рассказывает уже. Если бы кто был близко ему, спросил бы такое, было бы у него, не было. Вот такие моменты запомнились. Он как-то был у них, он занимался, кажется, еврейским языком, и у 50-ти, как они же гласолали, говорили на иных языках. И он стал говорить, они как возрадовались, что такой талант у брата, он говорит, что наша община там угодная Богу. Он говорит, да нет, это я за упокойную молитву прочитал на еврейском языке. Нет, брат, тут уже переводчик наш перевел, истолкователь. Он не мог доказать, что эта молитва у евреев считается над покойниками. Это вот то, что я конкретно знаю. Как-то он ехал из Чечни, я этот ролик сам видел, и он их там, говорит, остановили, проверка. Ну и который заглянул, он говорит, я священник-то. Вот пропускайте, говорит, настоящий поп, никакой подделки нету, морда красный и пьяный, толстомордый такой, говорит. И он сам говорит и хохочет. Это вот его рассказы, не анекдоты какие-то. Что выпивший был там нетрезвый, красномордый, толстый, и который там стоит на пропускном пункте, и чеченец-то, или русские сказали, говорит, настоящий поп. Видел, как там какой-то кадушку или что-то там на голову надевают. На руки льют, вот. И крещение такое, ну фальшь. Сам о крещении говорит правильно, и тут же всякие извинения дает. То есть совесть очень сильно попорченная. Как можно так? И фотографирует военным там, на руки льет или что-то, из бочки на голову. Я это сам видел у него. Ну а что больше сказать? Я с ним не встречаюсь. О нем роликов ни одного не составлял. Этого ничего не было. Молимся каждый день за него, чтобы Господь его благословил. Вот все. Игнат Тихонович, я просто по утрам, по утрам смотрю, ну после утренней, смотрю толкование. И там есть экзагет на ютубе. Сайт. Вот. И я включаю Олега Стеняева. Однажды я смотрел, по-моему, Иван Гляд Матфеев, толкование пятой главы, и про клятву. И он говорит, что это никак не относится к клятве, когда военный клянется Родине. Ну я думаю про себя. Так, вот здесь он, ну не прав, начал копать. Смотрю дальше, захожу, думаю, дай я посмотрю. А смотрю на его бороду, у него борода обрезана. Вот. И думаю, посмотрю толкование левитом, про бороду, как он толкует. Включаю и смотрю. Он толкует. Поставил, в общем, заменил точку и поставил запятую. И сказал, что ради умерших не обрезайте бороду, не портите край бороды и не наносите нарезов на тело ваше. Ради умерших он сказал. А там точка стоит. Вот я его второй раз и поймал. И думаю, дальше стоит его смотреть. Ведь там толкует писание. Под себя получается. Как вот тут вот быть? Ну вот я говорю, у него совесть очень подпорченная. Я уж не говорю сожженная. Ну вот конкретно, в чем я встречался с ним, и какой он был. Ну вот то, что было. Он приехал тогда с какой-то женщиной, а я его не знал. Женщина такая. Оказалось, староста. Ну и у меня отдельная келья, отдельный домик, и я его спать туда уложил с ней. А потом узнал, что это и не жена совсем даже. А он даже не воспротивился. Ну и я не говорю, что что-то было. Ну он даже не оповестил. Уже днем сказал, что это староста, что ли там. Город какой-то Каинск, как Каин какой-то. У него два названия у этого города. Это его спрашивать надо. Вот он был в Индии, ездил. Ну и тоже рассказывает и хохочет. Рассказывает и смеется. Как же так? Мы проехали 120 тысяч километров, и никакого смеха не было. Да. Так, еще что у кого есть? Игнария Дихонович, у меня вопрос. Это Анатолий. Да, знаю, Анатолий Тарасов. Это самое. У меня тут апостол Андрей Первозванного. Я выходил и раздавал людям Евангелие от Иоанна. И у меня там получилось искушение. Смысл в том, что меня обвинили в сикстанстве и так далее. Я им объясняю, что не так. Ну и смысл в том, что там было много интересного. Честно говоря, я испытал незабываемое ощущение. И я что хотел спросить. Есть какое-то, ну как, разрешение, благословение какое-нибудь? Смысл в том, что запрещение, там, от епархии или еще чего-то? Потому что бывший или не бывший он священник Голубенко, отец Владимир. Смысл в том, что он начал рвать. Я ему говорю, вы что ересь какую-то несете? Он говорит, тут про Богородицу ничего не сказано. Я ему объясняю, что кому была обручена Пресвятая Богородица после распятия Иисуса Христа возле креста и так далее. Но вот смысл в том, что мне нужен совет, как себя вести в данной ситуации. И что я могу сказать? Вот у меня 20-го, если Бог удастся, я пойду на богослужение. Что я могу сказать по поводу вот этого? Я понятно объяснил? Нет? Первое обвинение, то, что вы не православный. Скажите, сектанты не одни, хотя их 21 тысяча разных ересей, как называют конфессии. Никто рукой не изображает на себе крестное знамение. Раз. Второе. Сектанты борода не носят почти никто. Два. Вы допустили, скажи, две грубых ошибки. А я православный. Ну и можешь сказать там пару слов, сколько есть к Евангелию. Вот и на ней сдали, закон Яровой приняли, что ходить, проповедовать без разрешения от священника нельзя, штрафуют. Мы сразу 18 человекам выдали. И то, что мы зарегистрированы, община, власть об этом заботится. А на другой стороне, что прошел он полный курс обучения человек, подпись священника и церковная печать. И мы выходим, проповедуем, раздаем Евангелие, особенно четвероевангелие, красное такое. И там по благословению патриарха Кирилла. И когда подходит там милиционер или кто-то, ему показываем, мы не сектанты, не свидетели Иегова на самом деле. Но не сектанты, как они понимают-то. И показываем, что такая вот грамота у человека. И к нам никакой претензии нет. А чтобы священник был против, ну тут только одно антихрист и все. Бесловское ущение, что запрещают раздавать Евангелие и проповедовать. Вот смысл в том, что они меня вот обвинили, что это самое безблагословение. Это другое дело. А вы идите, проповедуйте, раздавайте и прочее. Так что, Господь да благословит вас, Анатолий. Во славу Божию трудитесь. Вы сделали пример, показали, как надо поступать. А священник, он трясется за свою грешную шкуру. Еще бы не было как. Надо идти создать встречное течение. Все, слава Богу. Знаете, как Наполеон говорил, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Согласен. Слава Христу. Никогда не слагайте оружие, никому не верьте. Они вот благословение, играют благословением. Тогда никакого благословения нет может быть. Господь говорит, вы благословляете, а я проклинаю ваши благословения. Считайте, Малахи. Почему? Он десятину не платит. Они обязаны платить священники, которые на десятину. От того еще десятину они уже уделяют. Ну, все, тогда будет. Да, ну, а на каком основании? Господь говорит, идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Все. Я скажу, иду, как написано у Марка, 16 глава, 15 стих. Ты просто говори свидетельство и все. А ты скажи, этого не делай, не запрещай, иначе будешь подобен Антихристу. Ну, все. Ну, это я и прошу молитв у всех. Помоли, Господи, уже вы порадовали, порадовали. Апостол Павел говорит, как бы ни проповедовали, не апостолы только. Я и тому рад, и буду радоваться. Конечно, они не елесть проповедовали, но с каким намерением? Думаю, увеличить тяжесть уст в нем. Всех обращенных приписывали Павлу, он в тюрьме, а ему это было в наклад. Ну, все. У кого нет, есть вопросы? Если нету, то все. С Богом.